Не, ну ты посмотри, а ну... Ну третий покупатель уже к нему идёт. А ко мне за это время никто не заглянул. Просто тупо повезло! Привет! Что, конкуренты одолевают? Ага, давай-давай, издевайся. Да! Конкуренция! Через дорогу вон цветочный магазин открылся. Так у меня не половину, а две трети покупателей. Как с куста! Хотя цветы у нас одинаковые. И цены. Товар один и тот же. Вот скажи мне, в чём дело? С точки зрения маркетинговой теории, товар и цена это ещё не всё. Ага, с точки зрения теории, я президент Черногории. Дядя, ты дурак! Так давай ближе это, к практике. Что ещё может быть важного, кроме товара и цены? Есть множество маркетинговых моделей, в чём-то похожих, а в чём-то различающихся. Но всех их объединяет комплексный подход к понятию продукта. И включает в этот комплекс целую кучу разных аспектов, начинающихся с английской буквы Пи. В моём доме мне выражаться. Я всё же попробую. Ну ладно, попробуй давай. Так уж получилось, что одна из первых теорий определила четыре аспекта. И все они начинались на букву Пи. Product, то есть сам продукт. То есть товар, обладающий определёнными свойствами. Price, цена продукта. Place, место, где он продаётся. Promotion, система продвижения. Или реклама, если простыми словами. Потом стало понятно, что такая простая модель не всё объединяет. И добавили ещё одну букву Пи. Packaging, упаковка. Потом сообразили, что для товаров вроде всё нормально. А для услуг эта модель не очень подходит. И пришлось придумывать ещё понятия на букву Пи. People, люди. Process, процесс. Physical evidence, физическое свидетельство. Потом ещё усложнили, и тогда появились positioning, позиционирование. И perception, восприятие. Прррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр. Погоди, погоди, стоп. Какая ещё услуга? Я цветы продаю, а не маникюр делаю. При чём здесь услуги? На самом деле, в каждом товаре есть элемент услуги. Давайте разберёмся по порядку. Чем ваш продукт отличается от продукта конкурентов? Итак, product. Сам товар у вас одинаковый, правильно? Да, одни и те же цветы. На одной базе закупаемся. Идём дальше. Второе P, price, то есть цена И цена одинаковая, говорю же, копейка в копейку Не торопитесь Третье P, place, то есть место Ну человек, ты что, глухой что ли? Вон я же тебе говорю, через дорогу от меня магазин, 100 метров по прямой Практически одно и то же место Не совсем, район у вас спальный, рабочий Ваш магазин возле остановки, с которой автобусы едут в город, так? А магазин конкурента на другой стороне улицы, возле остановки, которую все проходят мимо Возвращаясь с работы А теперь скажите, когда чаще всего жители вашего района покупают цветы? Утром по дороге на работу или вечером по дороге домой? Оба, а вот об этом я и не подумал Да Большая разница Хорошо, двигаемся дальше Следующее P, promotion Продвижение и реклама Вы давно последний раз рекламу давали? А ваш конкурент, наверное, и листовочки в почтовой ящике разложил И вывеска у него понаряднее и поинтереснее выглядит Ага, да, реклама, двигатель торговли В малом бизнесе это не такой уж прям двигатель Но заметную пользу еще как принести может Но не останавливаемся Следующее P, packaging Упаковка Вот я смотрю, у вас здесь прозрачная пленка и еще три вида бумаги для цветов Ну да, модная, крафтовая Как по мне, хотя это обычная и оберточная Ну еще и зелененькая, розовенькая А что, еще какая-то бумага нужна? Ну не знаю, я в букетах не разбираюсь Но даже в окно видно, что у вашего конкурента выбор пленки и бумаги побогаче будет Вряд ли, что это дорого ему обходится Но эффект какой-то положительный от этого есть Ой, не знаю, может и есть, ладно, хрен с тобой Куплю еще бумаги, делов-то Купите, купите и ленточек еще разных побольше А мы пока продолжим наш экспресс-анализ Следующий аспект, который важен для услуг и имеет значение для товаров Это people, люди Вы ведь не все время сами тут торгуете Да нет, сам я тут редко На этой точке в последнее время теща заправляет И... Ааа, я все понял Что вы говорите? Знаешь, Тамара Васильевна-то у меня, это, женщина такая, так сказать, это, монументальная В последнее время, вон, на работу ходит Ох, роги Чуть ли не в халате и в шлепанцах Видите ли, она живет тут недалеко, ну, в соседнем доме А у конкурента, вон, молоденькие девчонки за прилавком суетятся Да, люди, это важно Что ж ты молчал, жлоб? Я не специально Просто помните, я говорил, что в каждом товаре есть немножечко услуги Ну а в продаже цветов этой услуги совсем не немножечко, а очень даже много По факту, это услуга по составлению и оформлению букета И от того, кто именно будет собирать этот букет, зависит очень многое А еще важно то, как этот процесс будет происходить И вот у нас следующий аспект Process, то есть процесс, если по-русски Так, погоди, я сам, значит, у меня Тамара Васильевна там что-то бормочет себе под нос и веньк с цветов вяжет А у конкурента две молодые девчонки Одна, значит, собирает, а другая оборачивает и бантики завязывает Все быстро, красиво и с улыбкой Теперь понимаете, что разница есть все-таки Хотя вроде одни и те же цветы Но с точки зрения маркетинга, продукт это не только сам товар и его цена Там много всего намешано в маркетинговый комплекс И эти аспекты нужно учитывать, если вы собираетесь успешно конкурировать Ясно, спасибо, ну тут есть над чем подумать Кстати, погоди, там еще одна пибола Что-то про физическое Куда это пристроить? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение То, что вы вспомнили, это physical evidence То есть физическое свидетельство или доказательство Это уже совсем про чистые услуги Вот вы когда-нибудь задумывались, почему после разного рода обучения Организаторы раздают книжечки и дипломы в рамочках? Ну не знаю, традиция, наверное, такая Это не только традиция Так уж устроена человеческая психология Что когда ты отдаешь деньги, то взамен где-то подсознательно Ты хочешь получить что-то осязаемое То, что можно пощупать Иначе мы где-то в глубине души чувствуем себя обманутыми Ну как же, деньги отдали, а взамен получили что-то нематериальное, эфемерное А в руках, где только что были деньги, теперь пусто Так вот, чтобы подсознание успокоить, настоятельно рекомендуется Если вы оказываете услуги, дать покупателю что-то материальное Сертификат там какой-нибудь, сувенир, ну или книжку, наконец Обойдется он вам совсем недорого А психологический дискомфорт у покупателя исчезнет Я так тупой рюк Хитро Ну ладно, спасибо, мне пора дела делать И бумаги новой купить, и ленточек побольше И с персоналом что-то порешать Вот пока только ума не приложу, что с расположением магазина делать Наверняка придумаете Тут вам на помощь может прийти система скидок для постоянных покупателей Мы же с вами говорили об этом в одном из предыдущих роликов, помните? Ну что же, на сегодня все, спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал и увидимся Алло, Тамара Васильевна, а у вас это, красивое платье с юбилея-то еще осталось? Замечательно, завтра в нем на работу, приходите, пожалуйста Да, праздник, как придете, расскажу, что за праздник